Всем привет! Сегодня будем заниматься переделкой вот такого вот блока питания от компании ДНС под блок питания для ноутбука Hewlett Packard Для этого нам понадобится шнурочек для Hewlett Packard, который мы заказывали в недавнем видео Ссылочка будет в описании Также нам понадобится вот такое вот сопротивление Номинал сопротивления зависит от мощности блока питания и от ноутбука, который вы будете подключать Если блок питания на 60 Вт, то нужно сопротивление на 390 кОм Если блок питания, как в нашем случае, на 90 Вт, то нам понадобится сопротивление на 300 кОм Проблема здесь в чем заключается? У обычного блока питания от всех ноутбуков идут два провода, плюс и минус В Hewlett Packard идет три провода Это у нас плюс, минус и также идет провод, который определяет оригинальность блока питания, также его мощность Во всех ноутбуках этого нет провода Вот Hewlett Packard и Dell, вот у них такая вот система Для того, чтобы его обмануть Необходимо вот это сопротивление Блок питания я уже расколотил Сокрываем его Выпаиваем вот этот старый шнур Включаем паяльную станцию Наносим флюс Отпаял старый шнур Так, вот здесь у нас плюс Вот здесь у нас минус Вот здесь есть свободное отверстие Вот в него мы припаяем сигнальный провод Сопротивление вот это нужно поставить от плюса к сигнальному проводу Так, вот отсюда нам его нужно Поставить вот сюда вот Так Паяем минусовый провод Так Припаяли минусовой провод Ставили сопротивление И плюсовой провод Вместе это все запаиваем Запаяли 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 Ставим Сопротивление Сигнальным проводом Вместе В одно отверстие Запаиваем их Так Все запаял Откусываем лишнее Отмываем флюс Малифлюс Подключил блок питания к сети 220 вольт Сейчас Подключим к ноутбуку Проверим Здесь должна загореться беленькая лампочка Если она загорится и потухнет Значит блок питания не определяется Если загорится и будет продолжить дальше гореть То значит все нормально Подключаем блок питания Беленькая лампочка загорелась И продолжает гореть Значит блок питания определился Ноутбук это все устраивает этот блок питания Значит все нормально Можно собирать В корпус блок питания Так Блок питания протестировали Теперь собираем его в корпус Здесь Возникла проблемка Вот это вот отверстие Намного меньше чем вот у этого шнура Это резиночка Сейчас будем Увеличивать данное отверстие Увеличил отверстие Так Собираем Корпус Так Ну все Блок питания собран в корпус Осталось проклеить его Все Будет он нам служить Верой и правдой Теперь не в ноутбуке ДНС А в ноутбуке уже Hewlett Packard Он будет теперь работать На этом переделка завершена Всем спасибо за внимание До новых встреч Пока-пока Пока-пока